Попробуем договориться по поводу раннего HER2-позитивного рака молочной железы. Итак, говоря о HER2-позитивном раке молочной железы, можно сказать, что это, наверное, один из самых агрессивных подтипов опухоли. И если изначально это был абсолютно негативный прогноз по выживаемости этих пациентов, независимо от стадии заболевания, даже при первой стадии заболевания HER2-позитивный рак давал крайне негативные результаты. То с появлением препаратов анти-HER2-терапии судьба пациентов изменилась принципиально, и самый неблагоприятный рак молочной железы, наверное, стал, в общем-то, управляем и контролируем. И существующие исследования сегодня не оставляют, в общем-то, никаких шансов говорить о том, что у пациентов с статусом HER2-положительным нужно или не нужно проводить таргетную терапию. Конечно же, нужно. Эффективность таргетных препаратов доказана изначально, конечно же, при метастатическом HER2-позитивном раке молочной железы. И на сегодняшний день, кроме тростозумаба, которому уже фактически больше 25 лет, появляются другие препараты, в частности, препарат пертозумаб, который также изначально показал свою эффективность при лечении больных метастатическим HER2-позитивным раком молочной железы. Говоря о стандартах, которые сегодня существуют, нужно говорить о том, что стандартов достаточно много. Они представлены на данном слайде, те стандарты, которые применимы к нашей рутинной клинической практике. И мы говорим о том, что назначение анти-HER2-терапии при стадии Т1-БН0 до сегодняшнего дня остаётся вопросом. Если говорить о HER2-позитивном раке молочной железы при ранних формах, то нужно, конечно, разобрать вопрос неодевантной терапии и одевантной терапии. Цели неодевантной, можно условно сказать, предоперационной системной терапии, представлены на данном слайде. И если изначально мы говорили о том, что снижение объёма хирургического вмешательства является крайне важным аспектом, то сегодня мы говорим о том, что это прежде всего прогностическая информация, и это идентификация пациентов для эскалации, либо деэскалации лечений. То есть сама по себе неодевантная терапия, помимо пользы с точки зрения хирургического лечения в уменьшении объёма, очень важна для определения дальнейшей тактики лечения. Ну и вопрос к аудитории, если уж мы говорим о стандартах, которые существуют на сегодняшний день. Пациентка 35 лет, ХИР2-позитивный рак молочной железы, опухоль 19 мм. Соотношение размера опухоли к размеру молочной железы не позволяет выполнить органосохраняющую операцию. Пациентка желает сохранить грудь, и в общем-то она в курсе о том, что существует неодевантная терапия, и встает вопрос, с чего начать лечение. Вот на данном слайде действительно клиническая ситуация. Пациентка с не очень большим размером молочной железы и с достаточно большим опухолевым образованием. Варианты, которые я на ваш суд предлагаю, это нужно начать лечение с хирургического этапа, нужно начать лечение с неодевантной ХИР2-терапии плюс химиотерапии, нужно начать лечение с двойной неодевантной ХИР2-блокадой, тростозумаб плюс пертозумаб и плюс химиотерапия. — Пока коллеги голосуют, я хотела бы напомнить, те, кто смотрит на полноэкранном режиме сейчас со своих компьютеров, пожалуйста, нужно, чтобы увидеть голосование, выйти из полноэкранного режима просмотра, если у вас таковой открыт, и тогда у вас будет доступно окно для голосования. И, может быть, мы и напомним, собственно, моби.вод, а какой у нас там был, те, кто у нас с телефонов, со смартфонов, у них телефон. — Можно этот экран бросить на большой экран? Ну вот, моби.вод открыть в презентации. — Да, если это как-то... — Это только для тех, кто смотрит. — Это для тех, кто с телефона смотрит, да? — И в зуме. — Только для них. — Только для них. — Ну ладно, будем надеяться, что голосование прошло, и можно как-то увидеть результаты голосования. С чего вы начали лечение? Выбран третий вариант, наибольшее количество, больше 54%. Нужно начать лечение с двойной наодевантной антихер-2 блокады. Несмотря на то, что опухоль у нас 19 мм, и не поражены лимфатические узлы. Но нужно признать, что аудитория сегодня настроена достаточно агрессивно с точки зрения химиотерапии. Но свою точку зрения я выскажу, наверное, в конце презентации. Итак, почему мы так агрессивно относимся к пациентам, которым назначаем или пытаемся назначенную адевантную терапию? Да всё дело в том, что у хер-2 позитивного рака молочной железы достижение полного патоморфологического регресса является наиболее значимым. При двойной блокаде полный патоморфологический регресс у пациентов рака молочной железы с отрицательным гормональным статусом достигается в 80%. То есть двойная блокада позволяет в 80% случаев у определённой категории больных достичь полного патоморфологического регресса. Того самого мерила, по которому на сегодняшний день мы считаем эффективность терапии. Но, во-первых, нужно сказать, что мы сами себе придумали этот маркер. И можно сказать, что, конечно же, полный патоморфологический регресс – крайне важный фактор, на основе которого мы рассчитываем общую безрецидивную выживаемость. Но и нужно также обсудить, что полный патоморфологический регресс – это не гарантия того, что пациентка не столкнётся с рецидивом заболевания в дальнейшем. Но лучше на сегодняшний день у нас нет маркера для определения эффективности лечения. Если говорить о пациентах, которые применяются на сегодняшний день при образованиях больше, чем категории Т2 и поражённые лимфатические узлы, то, конечно же, хочется проводить лечение ещё более агрессивное, чем то, которое я предлагал вначале с использованием двойной блокады. Но, к сожалению, ещё более агрессивное лечение, в частности, применение препарата ТДМ в неодевантном режиме, не дало каких-то значимых результатов с точки зрения достижения полных патоморфологических и клинических ответов. Поэтому на сегодняшний день всё-таки применение ТДМ в неодевантном режиме считается несколько нецелесообразным. Возможно ли применение других схем лечения? В частности, применение антрациклинов, тех самых антрациклинов, которые мы все так любим, или, вернее, скажем, любили и считали, что антрациклины являются обязательным компонентом лечения HER2-позитивных пациентов. На самом деле антрациклины сами по себе, как часть лечения больных HER2-позитивного рака молочной железы, не дают каких-то преимуществ, показателей общей безвыживаемости больных раком молочной железы. То есть применение антрациклинов или, наоборот, отказ антрациклинов никоим образом не меняет кривые выживаемости. Ещё очень интересная история, если говорить о неодевантной терапии, это отказ от химиотерапии. Ну, раз уж эти пациенты имеют HER2-статус, и раз уж они так хорошо реагируют на таргетную терапию, может быть, можно отказаться вообще от химиотерапии, только пользоваться таргетными препаратами? К сожалению, на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что это может быть озвучено в стандартах, и ни одни стандарты в мире не предлагают неодевантную, только таргетную терапию. Химиотерапия остаётся безусловным, обязательным компонентом лечения в неодевантном режиме. Несмотря на то, что существует большая, достаточно большая группа больных, которые достигают полного патоморфологического регресса при применении только таргетной терапии. В данном слайде исследования, которые я демонстрирую, демонстрируют, что существует огромная группа пациентов, фактически больше 50%, которая даёт очень хорошие ответы. Но, тем не менее, этот всё равно остаётся лишь предметом клинических изысканий. Достижение полного патоморфологического регресса, которое было продемонстрировано в исследовании неосферы, в исследовании трифонема, фактически является стандартом применения неодевантной терапии у больных HER2-позитивным раком молочной железы, который, в общем-то, является стандартным. И если говорить о том, что применяется на сегодняшний день в неодевантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы, то это размер опухолевого узла больше 2 см и или поражение региональных лимфатических узлов является безусловным показанием к неодевантной терапии. Возможные режимы сегодня, которые применяются, это всё равно остаются антрациклиновые схемы с последующим применением либо тростозумаба, либо двойной блокады тростозумаб-спиртозумаба в сочетании с токсанами, либо безантрациклиновая схема, применение токсана-карбоплотина и, конечно же, применение двойной блокады тростозумаб-спиртозумаба. Неодевантная лекарственная терапия первично-операбельного рака молочной железы. Слева Ассоциация онкологов России, справа рекомендация НСС. Неодевантная лекарственная терапия приводится при следующих условиях. Доказанный инвазивный первично-операбельный рак молочной железы категории Т2 и выше с точки зрения поражения лимфатических узлов в том числе. Это тройной негативный фенотип или HER2-положительный статус с целью выполнения органсохраняющей операции. И наличие всех критериев за исключением размеров опухолевого угла. Рекомендации НСС перечислены справа. То есть фактически для назначения неодевантной терапии, если апеллировать строго к стандартам, размер 19 мм, который я показал на первом слайде, является несколько некорректным для назначения двойной терапии. Но в то же время соотношение размера опухолевого узла и размера молочной железы является очень важным фактором. Что определяет показания к назначению неодевантной системной терапии? Анатомические особенности опухоли или ее неблагоприятные биологические характеристики? Что важно, 2 см или HER2-позитивный статус пациентов? Вопрос, который действительно требует ответа. И тем не менее, я сам прекрасно понимаю, что стандартная терапия требует стандартных рекомендаций, которые и отражены на данном слайде. Адевантная терапия у HER2-позитивного рака молочной железы. Действительно, исследования, которые уже много-много лет представлены на данном слайде, которые доказали эффективность таргетной терапии и принципиально изменили портрет этого грозного заболевания. Опять, мы говорим о том, что помимо стандартной таргетной терапии препаратом тростозумаб, всегда хочется еще как-то усилить. То есть, сделать, условно говоря, масломасленное, еще больше эффекта от таргетной терапии. Самый, с моей точки зрения, интересный результат продемонстрировано исследование Афинити. Афинити исследование, когда в адювантном режиме пациентам давалась двойная таргетная блокада вместе, конечно же, с химиотерапией. И да, действительно, двойная антихердва блокада в адювантном режиме у пациента с пораженными лимфатическими узлами дает некоторое увеличение показателей выживаемости. Но это касается только категории больных с N2 категории, то есть поражение больше, чем 3 лимфатических узла и с отрицательным статусом эстрогеновых регистрированных рецепторов. И даже при этом сочетании только 3 из 100 пациентов получают выгоду от добавления пертузумаба в 5-летнем периоде наблюдения. То есть, фактически, адювантная терапия АПФРОНТ двойной блокады, особенно у пациентов в категории N1, гормонозависимым, не дала столь значимого преимущества и очень тяжело было превзойти те результаты, которые демонстрировал тростозумаб в адювантном режиме. Опять вопрос, который возникает с антрациклином. Без антрациклиновые схемы адювантного лечения хердва-позитивного рака молочной железы. И здесь обратная ситуация у пациента с более благоприятным прогнозом, с непораженными лимфатическими узлами, с положительным статусом эстрогеновых рецепторов, назначение токсанов с тростозумабом полностью совпадает с показателем выживаемости у больных, которым применялись антрациклины. То есть, антрациклины являются тоже на сегодняшний день необязательным компонентом адювантной терапии больных рака молочной железы. Современная модель лечения хердва-позитивного рака молочной железы Это эскалация показаний для проведения неодювантной терапии и адювантная терапия хердва-позитивного рака молочной железы в лечении резидуального заболевания. Именно сегодня мы говорим о том, что системная терапия у хердва-позитивных больных фактически переходит в неодювантный этап. И все больше больных подвергаются, ну, в кавычках возьмем, предоперационной системной терапии. И вопрос стоит не в том, что назначить после операции АПФРОНТ, а что назначить после операции, если пациенты уже подвергались неодювантной терапии. Поэтому адювантная терапия резидуального рака молочной железы после неодювантной системной терапии является краеугольным камнем в лечении этой категории больных. И в зависимости от биологического подтипа опухоли мы видим совершенно различные результаты достижения полных патоморфологических регрессов и, как следствие, различные показатели общей безрецидивной выживаемости. Говоря на сегодняшний день о лечении резидуальной опухоли, исследование Катерины демонстрирует, в общем-то, те результаты, которые становятся стандартами терапии резидуального рака молочной железы. Назначение TDM1 в адювантном режиме улучшает результаты выживаемости больных с резидуальным HR2-позитивным раком молочной железы. Назначение TDM просто в адювантном режиме у первичных больных группы высокого риска, как я уже сказал, не дает значимого результата в улучшении показателей безрецидивной выживаемости. Поэтому, если говорить о стандартах адювантной терапии HR2-позитивного рака молочной железы, то можно разделить наших пациентов на две группы. Первая группа – это левая половина слайда, первичные больные рака молочной железы, которые подверглись хирургическому этапу лечения. Опухоль более 3 см и или N01, адювантная химиотерапия, антрациклины, адювантная химиотерапия, токсаны плюс тростозумаб. Это такая наиболее частая позиция. Если чуть левее мы возьмем опухоль менее 0,5 см, тростозумаб плюс покритоксел. В общем-то, абсолютно применимо, учитывая, что это HR2-позитивные пациенты, и им, в общем-то, хотелось бы снизить вероятность возможного рецидива. А вот категория N2 с эстрогенными отрицательными, прогестеронными отрицательными, которым рекомендуется двойная блокада, как это было в Афинити, с моей точки зрения это очень спорная ситуация. Если вы имеете дело с пациентом, которого прооперировали, и которого в патоморфологическом ответе написано отрицательный статус эстроген-прогестеронных рецепторов, HR2-позитивная и категория N2, то встает вопрос, а зачем вы вообще прооперировали этого пациента, а не начали лечение с неодивантной терапией? Я все понимаю, мы живем в реальном мире, и бывает ситуация, когда на диагностическом этапе мы не можем определить статус лимфатических узлов. Но мы могли определить статус гормональных рецепторов. И если они отрицательны, то вопрос назначения неодиванта у этих пациентов должен был рассмотрен быть однозначным. И вторая группа пациентов – это больные раком молочной железы после неодивантной терапии, которым проводилась таргетная терапия в комбинации с химиотерапией. Они подверглись операции. Вот здесь у нас есть две группы пациентов. Полный регресс опухоли – это продолжение таргетной терапии препаратом тростозумаб и наличие резидуальной опухоли, как я уже сказал. Это одювантная терапия препаратом ТДМ-1. Но здесь встает еще более интересный вопрос. Если мы прооперировали, если мы изучим иммуногистохимический портрет опухоли после операции, то не факт, что эта опухоль будет иметь хер-2-позитивный статус рака молочной железы. И можно сказать о том, с чего начинали сегодня, о чем говорила Анна Сергеевна. Это молекулярно-генетические подтипы хер-2-позитивного рака молочной железы. Хер-2-позитивный рак молочной железы – это неоднородная группа пациентов. В зависимости от статуса рецепторов мы можем выделить обогащенный хер-2-подтип, не обогащенный хер-2-подтип, и в зависимости от этого уже подразделять внутри хер-2-позитивного рака молочной железы больных на базальные хер-2-энрич, люминальные А и люминальные Б. Еще более интересный вопрос. Это изменение подтипа хер-2-позитивного рака молочной железы на фоне неодевантной терапии. И большая часть резидуальных образований представлена люминальным апотипом после того, как мы провели уже таргетную терапию. Но действительно ли это является люминальный арак молочной железы, и действительно ли там этой опухоли можно расценивать уже как хер негативной? На самом деле это не всегда так. Я прошу прощения за смещение слайда, но тем не менее на этом слайде очень хорошо видна работа наших коллег, которые демонстрируют о том, что опухоль, потерявшая хер-2 статус и не получающая таргетную терапию, буквально уже через две недели получаются клетки с хер-2 позитивным статусом. Фактически происходит возрождение хер-2 рецепторов ввиду отсутствия таргетной терапии. Эта работа очень хорошо, с моей точки зрения, демонстрирует подтип хер-2 позитивного рака молочной железы, когда рецепторы как феникс возрождаются из пекла, и люминальная А оказывается совсем не люминальным А, а хер-2 позитивным раком молочной железы. Новые исследования, которые направлены на лечение хер-2 позитивного рака молочной железы или хер-2 негативного рака молочной железы, до сегодняшнего дня основываются на достижении полного патоморфологического регресса. Но, как я уже сказал в самом начале, полный патоморфологический регресс – это не стопроцентная гарантия того, что пациенты не столкнутся с опухолью в дальнейшем. Более того, отсутствие полного патоморфологического регресса – это тоже не всегда печальный прогноз. У пациентов с резидуальной опухолью шансы не столкнуться с заболеванием достаточно высоки. И поэтому в сегодняшний день, по словам Эри Квинера, одного из ведущих ученых, занимающихся проблемой рака молочной железы, возможно, алтарь полного патоморфологического регресса является несколько мифической фигурой, на которой мы молимся. Но на самом деле, может быть, стоит поискать какие-то другие маркеры, которые позволят нам определить эффективность проводимого нами лечения. Возможные причины резистентности опухоли к терапии – это, конечно же, молекулярно-генетическая гетерогенность опухоли, замещение чувствительных терапий клонов на резистентные и «возкрешение» опухолевых клонов в отсутствии таргетной терапии. Ну и вопрос к аудитории. В завершении доклада. Пациентка 30 лет, ХЕР2 – позитивный рак молочной железы. БРК – мутация отрицательная. Я специально не поставил клиническую Т, потому что на МРТ визуализируется не менее трех узлов размерами 19-11,5 мм. Одно из образований находится непосредственно за соском. Общие размеры более 35 мм. Лимфатические узлы интактны. Пациентка все-таки настаивает на проведении неодевантной терапии, но потому что она образованный человек и уже почитала кое-что о ХЕР2-позитивном статусе. Я не буду вас спрашивать о стадии процесса, это неинтересно. Я вас спрашиваю, с чего бы вы начали лечение. Нужно начать лечение с хирургического этапа, нужно начать лечение с неодевантной антихЕР2-терапии плюс химиотерапии, либо двойная блокада плюс химиотерапия. Глубоко уважаемые коллеги, я по-прежнему напомню, что окно для голосования появится у вас автоматически справа от окна плеера на странице эфира. Чтобы его увидеть, вам необходимо выйти из полноэкранного режима просмотра, если таковой у вас открыт. Ну что я могу сказать, я добавил 5% к голосованию, это уже не плывало, а нет, больше, 75%, ну 25%. Ну очень приятно манипулировать сознанием, конечно. Особенно, когда такой феникс машет крыльями, то все уже наверное сразу так как загипотизированы, увидены. Спасибо большое за внимание. Спасибо.